здравствуйте мои дорогие сегодня я готовила вот такие вот блинчики с тремя начинками вишня творожная масса курага яблочко смотрите какие они красивенькие мягкие и поверьте очень вкусные сейчас я вам расскажу как я их готовила вначале берем небольшую кастрюлю и греем вот я грею почти 2 литра молочка до теплой хорошо теплой температуры в другую большую кастрюлечку разбиваем 8 яиц добавляем 4 столовых ложки сахара кладем полную чайную ложечку с небольшой горкой соли 19-20 насыпали 20 столовых ложек муки вначале получается вот такое густенькое тесто частями доливаем теплое молочко вливаем понемногу затем чтобы легче было размешать чтобы не было комочков третий раз заливаем молочко и опять размешиваем делаем густоту тесто как жидкая сметана вымешали тесто вот такой густоты оно получилось влили 8 столовых ложек масла и размешиваем когда жарим блинчики тесто все время подмешиваем и когда уже влили молоко масло муку уже не досыпаем это будут комочки на раскаленную сухую сковороду наливаем один половник тесто края уже покоричневели уже можно переворачивать блинчики по этому рецепту слазят идеально не пригорают переворачиваются они не пригорают слазят очень легко рецепт хороший как раз блины для заворачивания чтоб в них заворачивать начиночку они потом полежат будут пластичные вот такая ступочка блинов получилось сейчас будем делать начиночки чтобы приготовить вишневую начиночку нам понадобится замороженная вишня у меня здесь 400 грамм вишню сразу пакет открываю сразу в сковороду воды 1 столовая ложечка и половина стакана сахара и ставлю на огонь сейчас и будет тушиться на среднем огне пока так чуть-чуть уйдет сок а для потом чтобы загустеть начинку вот здесь у меня в стаканчике один одна столовая ложка крахмала вливаю воды просто символически чтоб его разбавить размешать вишня закипела сахар растаял вишенка пустила сок сейчас немножечко проварится и будем заливать крахмал заливаю крахмал и сразу размешиваю быстренько включила большой вас сейчас она забулькает и выключаем сразу крышечкой не накрываем даем остыть такая получилась начиночка все можно выключать для яблочной начинки два яблока сейчас почищу шкурочки патру на крупной терке опять выкладываем сковороду засыпаем пол стакана сахара столовую ложку воды и ставим на огонь потушиваем потом точно так же как для вишневой начиночки разводим столовую ложку крахмала водой и заливаем яблоко яблочко тоже пустила сок сахар растворился сейчас немножечко прожарится и буду заливать крахмал залила крахмал сейчас немножко зашипит крахмал схватится и начиночка из яблок будет готова начинаем формировать блинчики первый блинчик вернее последний убираем он какой-то не симпатичный так творожная масса с курагой так стараемся чтобы была начиночка по всему блинчик у не заворачиваем трубочкой это будут заготовочки для наших красивых блинов 2 с яблочной начинкой тоже стараемся распределить по всей длине блинчик а плотненько закрутить трубочкой и третий блинчик с вишневой начиночкой так теперь кладем блин в который будем заворачивать и складываем 3 блинчик а 1 в любом порядке 2 и сверху третья начинка и плотненько заворачиваем в этот основной блин так вот такой блинчик получился теперь разрезаем его под уголочком и выкладываем на блюдо 1 2 продолжаем со всеми блинчиками такие блины я всегда готовлю на масленицу мы их очень любим они так очень нарядно подаются к столу красиво я думаю родные ваши очень обрадуются делать их не сложно вот такие получились блинчики с начинкой вкусные мягкие и красивенькие можно подавать к праздничному столу вот так они выглядят с этой стороны со всех сторон все приятного всем аппетита все приятного аппетита Продолжение следует...